Здравствуйте! В эфире программа Круг Новостей Неделя. Только самые интересные события и темы минувшей недели для вас подготовили наши корреспонденты. В студии Александр Катунцев и Екатерина Булычева. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе вы увидите. Самолет чартерного рейса из Одессы потерпел крушение при посадке в Донецке. В результате катастрофы погибло пятеро пассажиров. Политическая партия «Удар» Виталия Кличко одержала победу в апелляционном административном суде против Костусева и Городского совета. Война одесситов с властью за гаражи в Малиновском районе продолжается. Чиновники вступили в переговоры с автомобилистами. К сожалению, на минувшей неделе не обошлось без трагических событий. Вечером 13 февраля самолет авиакомпании «Южные авиалинии» Ан-24, выполнявший чартерный рейс Одесса-Донецк, потерпел крушение при посадке. На борту, по разным данным, находилось от 36 до 41 пассажира и 8 членов экипажа. Во время аварийного приземления корпус самолета в буквальном смысле развалился на две части. В результате авиакатастрофы погибло пятеро пассажиров. Перед вылетом чартерного рейса Одесса-Донецк ничто не предвещало беды. На борту футбольные фанаты, собирающиеся в Донецк поболеть за шахтер. Согласно полетной ведомости загрузки, находилось 36 пассажиров и 8 членов экипажа. В 16.35 самолет взлетел из международного аэропорта Одессы, вылетел и направился в Донецк. Вся процедура отправки пассажиров проходила в штатном режиме с соблюдением технологий. К несчастью, посадка прошла уже совсем не так гладко. Как рассказывал генеральный директор авиакомпании Южной авиалинии, Ан-24 попал в зону плохой видимости. Скорее всего, что они где-то на какой-то высоте принятия решения попали в зону тумана и потеряли на какое-то время, скажем, визуальный контакт с огнями приближения. Там до полосы идут еще огни приближения. Был какой-нибудь небольшой боковой ветер, их просто чуть-чуть поддуло, они вышли на... Ну, надо дождаться официальной информации, но так по предварительной, что они просто вышли на полосу где-то правее метров 20. К этому времени снова набрать высоту пилот уже не мог, и машина приземлилась не на полосу, а на грунт. Корпус не выдержал грубой посадки и разломился в районе кабины пилота, после чего самолет загорелся. По словам Юрия Моуда, ответственного за решение сажать самолет, несмотря на плохую погоду, лежит на пилоте. Я когда спрашивал командира корабля, я только вот не услышал, что я разбил самолет. Как рассказывает генеральный директор Южных авиалиний, на решение пилота мог повлиять тот факт, что пассажиры направлялись на футбольный матч. Возможно, командир самолета решил рискнуть, чтобы не срывать планы клиентов авиакомпании. Пятерым пассажирам это стоило жизни. Пять человек погибло. Девять человек находились в больнице. Один человек в 11 часов чартером прилетел в Одессу, потому что ему там нужна срочная операция на позвоночнике, его доставили сюда. Из оставшихся там восьми человек, это четыре человека, это члены экипажа в больнице и четверо пассажиров. Самолеты модели Ан-24 находятся в эксплуатации уже более 30 лет. Тем не менее, в авиакомпании заверяют, борт регулярно проходил осмотр и техническое обслуживание. Вообще, Ан-24 один из самых распространенных самолетов на местных авиалиниях на постсоветском пространстве. На сегодняшний день личности всех погибших установлены. Среди них оказался замглавы Одесского облсовета Валерий Бабков. Тяжело это все рассказывать. Давайте следующий вопрос. Каким он был? Валера, ну, я просто дружил с ним. Жизни пострадавших сейчас находятся вне опасности. В ближайшее время они и тела погибших будут доставлены в Одессу. Официальное заключение о причинах торгидии будет дано после разбирательства прокуратуры и расшифровки черных ящиков. Константин Гак, Юрий Висилок, телекомпания Круг. Воинам-интернационалистам сложно пришлось на чужой земле. Нелегко живется и в родной стране. Чаще всего власти просто о них забывают. Зато в преддверии дня вывода советских войск из Афганистана муниципалитет начал традиционное расшаркивание перед ветеранами боевых действий. Обделенные вниманием в обычные дни афганцы смогли лично пообщаться с мэром и передать свои просьбы властям. Для ветеранов Афганистана день вывода войск – это в первую очередь возможность встретиться с боевыми товарищами и вспомнить тех, кто не вернулся с войны. Для городских же властей любая дата – повод набирать политические баллы. Правда, делается это неумело. Выступление Алексея Костусева перед ветеранами Афганистана вышло крайне неоднозначным и политизированным. Десять лет нашего присутствия стали для Афганистана пиком развития. Впервые за многие столетия на этой территории появилась вменяемая центральная власть и система управления. Строились дороги и аэродромы. Возводились промышленные предприятия, школы и университеты. Многие историки, да и жители Афганистана, наверное, не согласились бы с Алексеем Алексеевичем. Да и среди ветеранов немало тех, кто отлично понимает истинные причины той войны. Далее Костусев перешел от манипуляции историческими фактами к рассуждениям о внешнем враге и происках коварных шпионов Запада. Новые оккупанты ходят по афганской земле, но только совсем с другой целью. Не дать афганскому народу стать самостоятельной единицей в нашем огромном и противоречивом мире. Для написания подобной параноидальной речи Костусев, очевидно, поднял старые лекции по научному коммунизму. К сожалению, отличился не только мэр, но и представитель ветеранских организаций. Афанасий Радукан, руководитель рабостной ячейки афганцев, ни много ни мало вручил градоначальнику орден. Разрешите мне в этот день вручить вам орден за доблесть и честь вот такую вот областного союза ветеранов Афганистана на нашу дружбу и на наше понимание. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. По окончании мероприятия мы спросили у Афанасия Радукана, каким же именно образом Алексей Костусев проявил честь и доблесть. Но внятного ответа так и не получили. Своё мнение о таком награждении в эфире программы «Наедине со всеми» высказали представители других афганских организаций. Момент, который сказал Радукан Афанасий Петрович, что в честь нашей дружбы такая награда, в принципе, высокая, но это заслуги. Если явно видно, ну, какая-то, знаете, попытка найти какой-то компромисс с властями, там, прочее, прочее, ну, вообще Афанасий Радукан, он любит менять политическую окраску, это происходит на год по несколько раз. Вообще руководитель рабостной организации ветеранов заигрывает с властями регулярно. Между прочим, боевые товарищи не раз обвиняли Афанасия Радукана в незаконной деятельности. Это и присвоение земли, и махинации с лекарствами для ветеранов, и сеть саун, которые предоставляют клиентам не только пар, но и падших женщин. Всю эту деятельность нужно как-то покрывать, вот и приходится раздавать деревянные медали, вместо того, чтобы помогать ветеранам и инвалидам войны. Впрочем, незаслуженно полученная медаль не спасёт Костусева от необходимости извиниться перед одесситами за оскорбление. Да, политическая партия «Удар» Виталия Кличко одержала победу в апелляционном административном суде против Костусева и Городского совета. Иск был подан после знаменитого штурма мэрии 21 декабря. Тогда Городским советом было принято обращение о громаде Одессы, в котором горожан, пытавшихся попасть на заседание Городского совета, назвали фашистами. Партия «Удар» подала иск в Приморский суд с требованием публично извиниться перед одесситами и отменить это обращение. Тогда суд даже не принял иск к рассмотрению. Сегодня апелляция признала действия Приморского суда незаконными. Одесситы надолго запомнят 21 декабря прошлого года. В тот день предприниматели, не выдержав издевательств городской власти, решили штурмов взять здание мэрии, где в тот момент проходила сессия. Выломанные двери и люди, облитые холодной водой на морозе, результат той сессии. Тогда же испуганный Костусев выносит на сессию обращение к одесситам, в котором людей, желающих попасть на заседание Городского собрания, назвали фашистами. Такое отношение к гражданам города не осталось без внимания политической партии «Удар Виталия Кличко». Областной организацией был подан иск в Приморский суд с требованием публично извиниться перед горожанами. У выезд даже не был рассмотрен. 12 февраля состоялось заседание апелляционного административного суда. Коллегия из трех судей достаточно оперативно приняла справедливое решение. Для Сергея Гуцелюка это решение апелляции было неожиданным. Тем более, что мэрия Костусева даже не прислала своего представителя на заседание суда. Невзирая на то, что иск партии «Удар» абсолютно законен и обоснован, он ожидал, что требования тоже будут отклонены. Теперь же Приморский суд будет обязан рассмотреть иск по сути. Сможем доказать, я надеюсь в суде первой инстанции, что главным провокатором этих событий был городской голова и та часть депутатского корпуса, которая приняла вот эти решения и совершила определенные действия, которые спровоцировали этих. Эти люди обозвали одесситов фашистами. К слову, вместо того, чтобы заниматься раздуванием межнациональной розни, Костусеву следовало бы заняться конкретными проблемами города. Например, отремонтировать дороги, привести в порядок фасады, решить вопрос с ямой на греческой. Но как только вопрос касается хозяйственных проблем, то городская голова умывает руки, либо ложится в больницу. Естественно, проще назвать группу одесситов фашистами, чтобы заработать сомнительный бонус непонятно перед кем. Вадим Тютюкин, Евгений Войтенко, телекомпания «Трук». Увы, чтобы сегодня одесская власть изволила услышать горожан, действительно порой приходится обращаться в суд. Или устраивать массовые акции. Именно таким образом автомобилисты Малиновского района заставили местную власть пойти на переговоры в конфликте вокруг гаражно-строительных кооперативов. По проекту застройки, разработанному по заказу частной фирмы «Диагарас ЛТД», 9 тысяч гаражей должны снести. Если проект реализуют, это не только лишит владельцев автомобилей мест стоянки, но и нарушит законные права всех жителей Черемушек. Чтобы у чиновников не было сомнений в решительности намерений автомобилистов, перед зданием Малиновской райадминистрации собралось несколько сотен членов гаражно-строительных кооперативов. Воевать есть за что. 9 стоянок в среднем по 1000 машин на каждой существует уже более 40 лет. Мало того, что люди вложили сюда свои деньги и теперь рискуют их потерять. Стоянки исправно платят налоги. Ежемесячно в городской бюджет поступают до 3 миллионов гривен. Если стоянки снесут, 9 тысяч автомобилей придется ставить во дворах, где и так не развернутся. Межквартальные проезды превратятся в сплошную беспорядочную парковку. Но эти проблемы не интересуют ни крупный бизнес, ни городскую власть. На месте гаражей неизвестная в Одессе фирма с иностранными капиталами хочет возвести микрорайон на 17 тысяч жителей. Автосалон, торговый центр и вертолетный клуб с посадочной площадкой. Площадь предполагаемого строительства 103 гектара. Под давлением общественности городская администрация пошла на создание согласительной комиссии с участием представителей гаражных кооперативов, управления архитектуры и застройщиков. Инвестор предлагает или должен предложить такую программу, по которой никто бы не пострадал и инвестор выиграл. Для этого имеется некий план строительства паркингов, парковок, компенсации и так далее. Инвестор вместе с проектантами готов посмотреть, пересмотреть свое видение. Для этого мы собрались... Ожидаемого чиновниками согласия между администрацией, застройщиком и автомобилистами достичь не удалось. Заседание согласительной комиссии фактически превратилось в перепалку. Хозяева гаражей вполне обоснованно считают, что их хотят обмануть. Ни заместитель городского архитектора, ни представитель застройщика не смогли предъявить документов о согласовании проекта со всеми контролирующими инстанциями. Более того, застройщики, городские чиновники потребовали от гаражных кооперативов документы на землю. Если гражданин и законные права, отведенные ему, принимаемые более 15 лет, пользуются земельным участком, а нам положено 0,30 или даст, то этот земельный участок, он имеет право приватизировано. Это в рамках закона. Я обращаюсь к мэру города, Алексею Алексеевичу, вы перед выборами в мэры шли, обещали, выступали и говорили, голосуйте за меня, я буду ваши права защищать, я буду ваши интересы всегда защищать. Да почему вы не защищаете сейчас, так обещаете это? По давляющим большинством голосов, согласительная комиссия потребовала изменить проект так, чтобы гаражи не попадали под снос. Это решение будет представлено на рассмотрение сессии городского совета. Конфликт достиг таких масштабов, что мэр не смог отмахнуться от автолюбителей. Пришлось пригласить их на Думскую. В противном случае у входа в мэрию могла бы собраться такая же демонстрация, как незадолго до этого у здания Малиновской районной администрации в день заседания согласительной комиссии. Тогда люди заставили представителей власти принять резолюцию комиссии с требованием пересмотреть проект и оставить гаражи на месте. Документ должна рассмотреть сессия городского совета. А решение ее во многом зависит лично от мэра. Он попытался успокоить автолюбителей или же просто притупить их бдительность обещаниями. С моей точки зрения причин для какой-то тревоги у вас нет, потому что в нашем городе все делается, по крайней мере при моей администрации, все делается гласно, все обсуждается. И никто не начинает никаких работ, пока не прошли общественные слушания, пока мы не услышим людей, пока мы не найдем такие варианты, которые всех устроят. Несмотря на обнадеживающие слова мэра, представители гаражных кооперативов попытались доходчиво растолковать ему, что опасность уничтожения кооперативов существует. Мы узнаем, что да, эта фирма существует несколько лет, но отчетность у нее нулевая. Статутный фунт нулевой. За те 8, 10, а я думаю лет 25, которые будут делить эти 103 гектара потом, которые Диагарус успешно продаст, в этом нет ни у кого никакого сомнения, не только у меня, пока они будут делить. За это время, поверьте, каждый из нас готов своими силами найти инвесторов и на этой территории построить двух, трехъярусные паркинги. Не вдаваясь в дальнейшие подробности заседания, можем обоснованно предположить, народный мэр не защитит права любимых избирателей. Напротив, возникает подозрение в том, что Алексей Костусев торопится до своей отставки распродать как можно больше городской земли под коммерческую застройку. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания КРОГ. Земля, где расположены гаражи одесситов, не единственное место, которое попадает под застройку. Полным ходом продолжают застраивать и городские пляжи. В середине января муниципалитет вместе с прокуратурой остановили строительство на пляже Лонжерон. По факту незаконной застройки возбудили уголовное дело, но захватчиков побережья все это не интересует. Медленно, но верно, двухэтажное здание на Лонжероне продолжает расти. Со скандала вокруг этого незаконного строения прошел почти месяц. Пока прокуратура разбирается с застройщиками, работы на пляже не прекращаются. Бетонную коробку обтянули пленкой, внутри трудятся рабочие, а бдительный охранник пытается отгонять любопытных. Здесь нельзя, здесь нельзя снимать. Снимать нельзя. Почему нельзя? А что вы убегаете? Вы нам лучше расскажите, что здесь происходит. Кто вы такое, что вы охраняете? Ой, идите. Куда идти? Куда. Так что вы хотели? Ничего, какого черта, что вы тут снимаете? А почему не нужно здесь снимать? Уходи. Бравый боец охранной фирмы «Форд Сити» от камер сбежал, но пообещал, что нам все объяснят серьезные люди, которые, правда, так и не появились. За разъяснениями пришлось отправиться в коммунальное предприятие «Лонжерон». Исполняющий обязанности директора Геннадий Коробко сниматься тоже не любит, но информации с нами поделился. Там может какие-то ведутся, вестись работы в плане того, что люди убирают какой-то инструмент, какой-то там и тот, и это, допустим, люди видят и считают, что это ведется какое-то строительство. То я думаю, что никакого именно строительства, как строительство, там не ведется. Геннадий Коробко подчеркнул, незаконное здание после запрета не выросло ни на один сантиметр. Что ж, давайте проверим. Вот стройка 16 января, а вот уже сегодня, 13 февраля. В глаза бросается как минимум одна деталь – железный каркас будущего навеса на втором этаже. Что еще таится за серебристой пленкой, остается только догадываться. Мы хотим верить в искренность Геннадия Коробко, который заверил съемочную группу, что лично контролирует стройку. Так что редакция телеканала «Круг» готова предоставить все видеоматериалы в КП «Лонжерон» и прокуратуру, если предприятию не хватает людей, чтобы поймать захватчиков пляжа на горячем. Константин Гак, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг». Не переключайтесь, далее вы увидите. О чем помнят депутаты. Александр Пресман прошел Верховную Раду и забыл о своих обещаниях. Обманутые инвесторы компании «Альянс» устали от невыполненных обещаний городской власти. 13 февраля люди перекрыли движение в районе Театральной площади. В связи с тем, что некоторые депутаты перешли на другой уровень и стали парламентариями, в их округах пройдут выборы в местные советы. Эта участь постигла и Фрунзовский район. Тут будут биться за кресло депутата областного совета, которое освободил Александр Пресман, пройдя в Верховную Раду Украины. А Пресмана в этом районе знают хорошо. Он прославился невыполненными обещаниями и ДТП с участием его кортежа. С 17 февраля пройдут внеочередные выборы в областной совет. Кандидат депутата от партии Виталия Кличко-Удар Сергей Гуцелюб побывал с инспекцией во Фрунзовском районе. Провластный депутат Александр Пресман, заполучив кресло в Верховном Совете, забыл о своих обещаниях данных избирателям. Единственное, чем он запомнился после выборов, так это ДТП с участием его кортежа. Обгоняя рейсовый автобус, стоявший на обочине машины, из сопровождения Пресмана выехала на встречную полосу и столкнулась с опелем. На месте сразу и определили виновника происшествия – рейсовый автобус. Свидетели этого ДТП категорически не согласны с этим выводом. Он вообще не участник движения, не ехал, не совершал маневр, ничего. Я говорю, вы не берете смелости, признаете, что вы споймали, зеванули, споймали, виноват и тут сто процентов. Впрочем, если бы Пресман выполнял свои обещания, может и ДТП не было бы. Хотя обещаниями местным жителям он тоже запомнился. Это же страшно, выйти даже на воду. А когда это обещали? Ну, когда до выборов обещали. Вот это же до тех, что вы выбирали. Да, 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 Пресман. Ну, теперь не депутатом. Ну, так идешь, не дороги, сказал, до Одессы, сделаем фронты, до Одессы дороги. Машины едут, чуть в хату не залетают. Проехав по району, Сергей Гуцелюк увидел немало проблем, которые власти решать не собираются. Доходит до абсурда. Виявляється, людині для того, щоб накосити для худоби усіна, треба в сільську раду піти гроші заплатити. Якщо не заплатишь, значить не будешь косити. А у людини немає роботи, господарство їх і годує. Друга проблема – це освітлення доріг, це розбиті дороги. Це, наприклад, в одній школі криша тече. Хоча им обіцяли, що нічого текти не буде, що в них тут будуть нювосюки і все інше. Зовсім недавно це було на виборах до Верховної Ради. Ця людина вже в Верховній Раді є, але проблеми всі лишилися. Для того, щоб не повторять пройшлих ошибок, є один простой рецепт. Ми повинні гуртуватися і заставити владу працювати не на себе, не на своїх провладних кандидатів, які за рахунок нас з вами приписують собі всі заслуги. І тоді тільки ми зможемо досягти того рівня. І прошу вас підтримати нашу силу, нашу команду, партію політичну Віталія Кличка «Удар». А власть продовжує діювати в своєм стилі, використовує адмінресурс на всі 100%. Впрочем, це і неудивітельно, бо щоб побідуть на виборах, треба хоча б іноді появляться в избирательному округі. Рекламна фірма якась? Так. Називається «Севска рада». Наверняка у роботників сельського совєта є дела по важніше. Хоча, що можуть бути важніше, як агиттація за праввласного кандидата? Ведь на території сельсовєта все уже давно сделано. И цену этому жители Фрунзовского района, к сожалению, уже знают. Давать обещания и не выполнять в духе нынешней власти. Именно этого опасаются одесские медики. Реформа медицины в Одесской области вызывает рекордное количество скандалов. Уже на протяжении нескольких недель не утихают споры между сотрудниками станции скорой помощи в Алиховском переулке и хозрасчетной поликлиники с властями. Врачи скорой помощи боятся потерять здание, где расположена станция. В поликлинике вообще ждут ликвидации. История с хозрасчетной поликлиникой на улице Жуковского успела обрасти огромным количеством деталей и подробностей. В целом ситуация на сегодня выглядит так. Городское управление здравоохранения предлагает организовать учреждение в Центр профосмотров. Параллельно с этим финансовый департамент порекомендовал вообще закрыть поликлинику. В конечном итоге, если верить Игорю Шпаку, на сессию Горосвета попадает решение только о перепрофилировании. Управление здравоохранения предлагало исключительно реорганизацию этого учреждения, а не его ликвидацию. На чем мы на сегодняшний день и настаиваем. И нас поддержала вот сидит представитель комиссии. Я могу передать слово Ирине Леонельевне, которая скажет позицию комиссии по здравоохранению. Мы провели комиссию позавчера. Единогласно было принято решение о реорганизации и слиянии двух КП коммунальных предприятий, которые находятся в городе Одессе. Можно считать, что общественности удалось таки отстоять интересы врачей, хотя бы частично. И решение о ликвидации, предложенное городскими финансистами, кануло в лету. Но это не означает, что поликлиника сохранит свой сегодняшний вид. Открытым остается вопрос увольнений. В Горздраве уверяют, что их не будет. Учреждение будет существовать как лечебно-профилактическое учреждение с тем же штатом на тех же площадях, но с другим экономическим механизмом и с другими задачами и с другим перечнем медицинских услуг. Но чиновники лукавят. С чистой бюрократической точки зрения врачей придется уволить, чтобы потом заново принять на работу в новое уже реорганизованное учреждение. По ходу этого мероприятия часть сотрудников можно, что называется, потерять. Тем более, что многие врачи в поликлинике пенсионного возраста. Что же касается реформы скорой помощи, то тут тоже не все ясно. Александр Лимон, главный врач Центра экстренной медицины, утверждает, что новый формат работы пойдет на пользу и врачам, и пациентам. Однако для такой реформы в городе и области необходимо организовывать новые станции, закупать оборудование. В общем, вкладывать деньги. Осуществить все это обещают за бюджетные деньги. При этом сегодня из необходимых 105 бригад скорой в городе работают 60. То есть денег не хватает ни на полный штат, ни на автомобильный парк. Налицо парадокс. Врачей не хватает, финансов тоже, а реформа идет. Константин Гак, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг». Устали от невыполненных обещаний городской власти и обманутые инвесторы компании «Альянс». 13 февраля люди перекрыли движение в районе театральной площади. Идея перейти к активным действиям появилась после посещения управления капитального строительства. Чиновники дали понять инвесторам – город умывает руки в решении их проблем. Собственно, посоветовал перекрыть движение возле оперного театра Анатолий Рагулин, начальник все того же управления. С утра многим одесситам не суждено было добраться до работы привычной дорогой. Жертвы компании «Альянс» перекрыли движение на перекрестке улиц Лонжероновская и Решильевская. Выйти на акцию людей вынудила городская власть, которая кормит их обещаниями, но в итоге ничем не помогает. К слову, вдохновителем этого мероприятия стал Анатолий Рагулин, начальник управления капитального строительства. У разных недостроев Альянса разные проблемы. Например, по адресу улица Головковского, 5-7 вопрос почти решен. Дело за малым – заключить договор с городом. Мы просим, чтобы город выступил заказчиком нашей стройки. Мы нашли сами самостоятельного застройщика и за минимальные льготы для города, то есть от города мы просим, чтобы нас этот застройщик достроил. Естественно, городская власть на встречу с одесситами не пошла. Вопрос по остальным недостроям Альянса должен был решиться 21 декабря прошлого года. У людей появилась надежда, что городская власть их услышала, и проблемный вопрос был даже включен в повестку дня. Но, как говорится, чудо не случилось. По нашим оставшимся пяти домам есть уже принципиальное решение положительное, которое должно было быть принято 21 декабря. Но конец света не наступил для всех, наступил только для нас. Как выяснилось, в городском совете испугались, что порядка 200 квартир в недостроенных домах являются залогом одного из украинских банков. И городу потом придется отвечать перед этим банком. К слову, из городских чиновников появился только вице-мэр Анатолий Орловский, который не курирует вопросы строительства. Хороший повод для городских властей сказать, ребята, пока не порешайте проблему с банком, ну вы к нам не подходите. С формальной точки зрения они где-то даже и правы. Вот, с формальной точки зрения. Но вот извините, это не решение вопроса. Мы сейчас видим начальник Фукса, который знает эту ситуацию. Обманутые инвесторы сами поехали в Киев и, по сути, решили вопрос с банком. После окончания акции люди направились в городскую прокуратуру, чтобы узнать, какова ситуация с этим банком с позицией законности. В отличие от Костусева, главного прокурора города не пришлось долго упрашивать. Денадий Фуртат заверил, что касательно данного факта открыто уголовное производство. Даны указания по поводу проведения следственных действий последующих. И где-то, я думаю, в течение, ну, кратчайшего периода времени мы выясним, есть ли там и, скажем так, предпосылки для постановки вопроса о признании этого договора недействительным. Каким образом мы можем в этой ситуации, насколько будет правильно, какие рекомендации можно дать и органам местных властей под достройки этих жилых домов. Обманутые инвесторы говорят, что прокуратура с 2009 года уже трижды открывала уголовное производство против руководства Альянса. Но каждый раз дело закрывалось ввиду отсутствия состава преступных действий. Поэтому на сегодня они настроены решительно. Люди уже устали от обмана и не стесняются в выражениях, адресованных городской власти. Отдайте просто то, что мы купили, и все, ради бога. И чтоб люди жили. Понимаете, да? И вот это вот покажи этим ***, этим ***, эти русские, вот так вот с матом, вот так вот им покажи. Я, у меня костюма от Бертони у меня нету за 5000 долларов, да? Добросовестно, я скажу. И у вас в ССР тоже, кстати. Одесситов можно понять, ведь они действительно не носят дорогие костюмы и не ездят на дорогих машинах. Все строительные объекты компании Альянс это бюджетные квартиры, а не хоромы для олигархов. А вот кандминимумы, где цены за квадратный метр зашкаливают, почему-то сдаются без проблем. Получается, что за решением псевдопроблем Одессы у Костусева для простых одесситов времени просто нету. Вадим Тютюкин, Вячеслав Флэштаба, телекомпания «Круг». Такое увидели эту неделю наши корреспонденты. А нам остается пожелать вам отличного настроения и только добрых новостей. До скорой встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова